Здравствуйте! Не предоставил преимущества в проезде, в результате врезался в автомобиль, который двигался по главной дороге. Такова фабула многих аварий в Череповце. Инспекторы ГИБДД напомнили, как правильно выезжать с прилегающей территории. Это видео прислали зрители. Улица Парковая. Водитель выезжает из двора перед близко едущим автомобилем. Пересекают сразу две полосы. Внимание! Двигается в прямом направлении. И, минуя разделительный газон, в нарушении правил оказывается на другой стороне. Что в голове, зачем рисковал, непонятно. Ведь такое водительское мастерство может привести к ДТП. Собственно, неправильный выезд с прилегающей территории – одна из распространенных причин ДТП. Это инспекторы ГИБДД акцентировали водителям на дороге. Хочу напомнить вам о требовании пункта 8.3 правил дорожного движения. Это касается выезда с прилегающей территории. При выезде с прилегающей территории вы обязаны уступить дорогу транспортным средствам, двигающимся по главной дороге. Очень опасно выезжать перед, получается, из-за стоящего транспорта. Лучше лишний раз прибегнуть к помощи третьих лиц, чтобы вас было прекрасно видно, чтобы не произошло столкновение. Также очень опасно выезжать перед, получается, небольшая дистанция образуется. Сейчас погодные условия очень плохие. Тормозной путь очень может быть маленьким. Из-за этого происходит столкновение. Инспекторы останавливают водителя уборочной техники. Как рассказал молодой человек, не раз приходилось уходить от столкновений с лихачами, которые выпрыгиваются в второстепенной дороге. И дается это, к слову, непросто из-за специфики техники. Если у машины тормозят четыре колеса, то у трактора всего два. И масса трактора довольно большая. То есть очень сложно в экстренной ситуации тормозить трактор. А это Зашекснинский район-перекресток улиц Носеткиной, Любецкой и Городецкой. Проблемы возникают у водителей, которые невнимательно смотрят на знаки. Те водители, которые двигаются по улице Любецкой, не всегда уступают дорогу водителям, которые двигаются по дороге с очистных сооружений. Поэтому напоминаем, что на данном конкретном перекрестке водителям, которые двигаются по улице Любецкой, необходимо уступать дорогу водителям, которые двигаются по дороге с очистных сооружений. Бывают случаи, когда водители становятся заложниками ситуации, вынуждены некорректно выезжать, рискуя разбить свою и чужую машину. Нередко неудобство водителям, которые выезжают с прилегающей территории, образует припаркованные транспортные средства, особенно крупные транспортные средства, которые паркуются вдоль проезжей части. Естественно, водители, которые выезжают с прилегающей территории, им обзор, они не видят тех машин, которые двигаются по главной дороге. Инспекторы ГИБДД напоминают, аварии с теми, кто не уступает дорогу, как правило, не обходятся без пострадавших, а терпение и соблюдение правил – залог успешной езды. И в продолжении темы далее инспекторы ГИБДД напомнят водителям, какими правилами они должны руководствоваться при движении во дворах. Я двигался во дворе по главной дороге, в меня въехал автомобиль, который выезжал со второстепенной, однако меня признали виновным в ДТП. Почему? Такие вопросы водители задают довольно часто, и действительно, многие не могут определить, кто имеет приоритет в движении во дворе. Отсюда и рождаются непонятные главные и второстепенные дороги. Какая из них какая, каждый водитель решает сам. Тем временем в ПДД для водителей все обозначено четко. Когда эта траектория транспортных средств пересекается, водитель должен руководствоваться пунктом правил 8-9, а именно где очередность проезда не говорена, должен руководствоваться подъехать справа. Дальнейший опрос водителей показал, затрудняются ответить, у кого приоритет в движении. Ваше мнение, какое здесь в данном случае? Вот вы едете по этой дороге, и если другое транспортное средство выезжает с той прилегающей территории, кто кому уступает? Я даже не знаю, кто-то считает. Считаю, как бы горка должна не быть. Маленькая горка, как бы уложить. Кто-то вы уезжаете. А почему? Ну, вашему, почему? Чем вы уходите? А чем вы уходите? Ну, я вам скажу немножко по-другому, потому что есть пункт правил 8-9, в котором ясно, четко прописано, что если очередность транспортных средств не оговорена, то есть нету знаков приоритета, как в данном случае, то водители руководствуются по помехе справа у нас. Соответственно, при выезде со дворовой территории никому дорогу уступать не нужно здесь. Значит, если он здесь ездит, он в правую территорию не уступает дорогу? Да. Люди привыкли разъезжаться по понятиям. Между тем, в случае аварии инспекторы ГИБДД признают виновными водителя, который не учел помеху справа. А вообще, ценный совет дал водитель со стажем. Даже если ты прав, все равно смотри в оба. Я там на рулевых стою, конечно... Подстраховаться. Подстраховаться. Надо предусмотреть все. Все, понятно. Я на зеленый свет выезжаю, я и то притормаживаю и смотрю. Ну, это правильно. Спасибо. Ну и уж совсем неразумно выезжать внезапно со второстепенной дороги на трассе. Там большие скорости и последствия могут быть ужасающими. Это кадры с трассы. Видеорегистратор снял момент ДТП у деревни Царево. Неустановленный водитель выехал на встречную полосу. Уходя от столкновения с машиной, женщина-водитель на автомобиле Митсубиси съехала в кювет. Картина в целом была такова. Фура съехала на полосу разгона, чтобы пропустить легковые машины. Затем водитель большегруза стал выезжать на главную. Там в него чуть не врезался неизвестный автомобиль. Уходя от столкновения, выехал на встречную полосу. Лихач с места аварии скрылся. Как правило, многие водители, которые съезжают на полосы торможения или разгона, уверены, сделали доброе дело, а потому их должны беспрепятственно впустить обратно. Поэтому, собственно, спокойно выезжают. И это не по правилам акцентируют инспекторы ГИБДД. Давайте разбираться, для чего предназначены такие полосы и как разрешено двигаться водителям. Нередко можно увидеть ситуацию такую на автодорогах загородных, когда водитель большегрузного транспорта, либо наоборот техоходного транспортного средства совершает маневр выезда на полосу торможения, либо на полосу разгона с целью того, чтобы пропустить сзади следующие за ним транспортные средства. Эта ситуация очень часто создает и аварийные моменты. В таком случае, допустим, когда водитель совершил съезд на полосу разгона с целью того, чтобы пропустить сзади следующие за ним транспортные средства, и подъезжая уже к окончанию данной полосы, он совершает уже в нарушении правил дорожного движения маневр выезда на полосу, предназначенную для его направления, при этом не убедившись в безопасности данного маневра, чем нарушает правила дорожного движения и совершается дорожно-транспортное происшествие. В дорожном движении существуют такие участки автодорога, как полоса торможения и полоса разгона. То есть полоса торможения у нас предназначена для того, чтобы нам заблаговременно затормозить при повороте направо. Но некоторые водители совершают следующую ошибку, то есть они еще не подъехав к полосе торможения, заблаговременно начинают тормозить, потом уже выезжают на полосу торможения и совершают там поворот направо на прилегающую территорию. Согласно правилам дорожного движения, полоса торможения предназначена именно для того, чтобы именно на ней уже снизить скорость. То есть, правильным будет такой вариант, подъезжая к полосе торможения, водитель должен перестроиться на нее, там уже начать торможение вплоть до полной остановки, чтобы совершить маневр поворота на прилегающую сторону, которая ему необходима. Полоса разгона, наоборот, служит нам для набора необходимой скорости. Здесь какая существует ошибка? Водитель выезжает на полосу для разгона, медленно двигается по ней, пытаясь выехать на главную автодорогу, полоса для разгона заканчивается, и водитель уже начинает какие-то хаотичные движения совершать, может резко вывернуть руль, чтобы выехать на автодорогу, которая ему необходима, и опять же совершается дорожно-транспортное происшествие. Верный вариант будет такой. Мы с прилегающей территории выезжаем на полосу для разгона, останавливаемся, в левое зеркало заднего вида смотрим, есть ли у нас возможность выехать на полосу для движения на главную дорогу. И уже именно по полосе разгона набираем скорость транспортного средства, соответствующую потоку, подъезжая к окончанию полосы для разгона, убедившись, что все автомашины либо вдалеке, либо они вообще отсутствуют, и уже в этом случае выезжаем на главную автодорогу. В настоящее время отсутствует ответственность за неправильное поведение на полосе торможения либо разгона, но существует ответственность за непредоставление преимущества при выезде с данных участков. То есть здесь уже, опять же, водитель может быть наказан в соответствии с кодексом административных правонарушений, то есть если он неправильно совершает маневр въезда, не пропускает при въезде на полосу торможения, либо наоборот, не убедившись в безопасности маневра, совершает выезд на главную автодорогу со стороны для разгона, не убедившись в безопасности маневра, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения, административность за данное правонарушение 500 рублей, либо предупреждение. Для водителей провели профилактическую беседу по теме. Видите, что, допустим, транспортное средство, большегрустное, едет, значит, уступает другим автомашинам дорогу, а потом, не убедившись в безопасности маневра, уже съезжает, да, и, соответственно, может даже поприжать. Обычно они присмотрят, если и других водителей выясняют на спешную полосу. Ну, такого я еще не видел. Вы вообще знаете, для чего предназначена полоса торможения, полоса разгона? Да. Можете вот со своей точки зрения, как водителя с определенным стажем, это вот объяснить? Тренировка, отсюда выезжать, и мы узнали полоса разгона, чтобы набрать ту же скорость потока и войти в ряд без безопасности. Знаете, да, правила, когда вы уезжаете с прилегающей территории? Так, да. Обязанности какие у вас? Значит, выехала, посмотрела на знак «Уступи дорогу», посмотрела, что нет автомобилей и поехала. Ну и на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова